Здравствуйте! Приветствую вас на канале Трико Бум. И сегодня у нас вот такой узор, который мы будем выполнять техникой ложного жаккарда. Изнаночная сторона выглядит вот так. Начинаем вязать белым цветом, а затем, когда приступаем к выполнению первого ряда, вводим контрастный цвет. У меня это вот такой светлый сиреневый цвет. Если вы хотите, чтобы у вас решеточка была сиреневая, а наполнение внутри нее белым, тогда резиночку набираем сиреневым цветом, а потом для выполнения первого ряда вводим уже белый цвет. Можно подобрать, конечно, и более контрастные цвета. Вот этот узор очень красиво смотрится, когда вот эти полосочки связаны с золотистым цветом, а внутри черное наполнение. На моем образце уже провязано три раппорта в высоту. Вяжется узор вот по этой схеме, она очень маленькая, поэтому работать будет несложно. В одном раппорте в одном ряду всего четыре петли, которые будут постоянно повторяться, а в высоту раппорт провязывается на 16 рядах. Итак, после того, как вы провязали резиночку, я ее обозначила нулем, белым цветом, вводим сиреневый цвет и начинаем вывязывать первый ряд. Давайте приступим к его выполнению. Первый ряд нить сиреневого цвета и после кромочной работаем на четырех петлях. Первая петля провязывается, следующая за ней снимается с левой спицы на правую, нить за работой. И две петли провязываем. Это был весь раппорт. Теперь его нужно повторять необходимое количество раз. Одна петля провязывается, одна снимается, две провязываются. Одна провязывается, одна снимается, две провязываются. И продолжаем так до конца ряда. Две последние петли провязываем, и кромочная петля тоже провязывается лицевой. Первый ряд закончен. С изнаночной стороны после кромочной петли все сиреневые петли провязываем изнаночными. А белые снимаем с левой спицы на правую, оставляя нить перед работой. Белую снимаем, сиреневые провязываем. Белую снимаем, сиреневые провязываем. Продолжаем. Заканчиваем второй ряд. И теперь в начале каждого лицевого ряда мы будем менять цвет пряжи. Работали сиреневым цветом, теперь в работу вступает белый цвет. И начинаем вязать третий ряд. В третьем ряду после кромочной петли провязываем три лицевые. Первая, вторая, третья. Четвертая петля снимается, нить остается за работой. Первый раппорт провязан. Повторяем. Три лицевые. Одну снимаем. Три лицевые. Одну снимаем. И продолжаем так до конца ряда. Кромочная петля провязывается. Теперь с изнаночной стороны белые петли мы будем провязывать. А сиреневые снимать с левой спицы на правую, оставляя нить перед работой. Белая петля провязывается. Сиреневая снимается. Белые петли провязываем. Сиреневые снимаем. И продолжаем так до конца ряда. Мы закончили четвертую петлю. Четвертый ряд. Пятый ряд провязываем нитью сиреневого цвета. Здесь после кромочной первую петлю нужно снять. Следующую за ней провязать. Третью петлю снимаем. Четвертую провязываем. И повторяем так до конца ряда. Снимаем одну петлю. Вторую провязываем. Одну снимаем. Эту провязываем. И так до конца ряда чередуем петли. Одна провязанная, одна снятая. Пятый ряд закончен. И с изнаночной стороны петли сиреневого цвета провязываем изнаночной. А белые снимаем, оставляя нить перед работой. Сиреневую провязываем. Белую снимаем. Сиреневую провязываем. Белую снимаем. И так до конца ряда. Седьмой ряд мы вяжем белой нитью. После кромочной одну петлю нужно провязать. Одну снять. И две провязать. Повторяем. Одна петля провязывается. Одна снимается. Две провязываются. Провязываем. Снимаем. Две провязываем. И так до конца ряда. С изнаночной стороны уже знакомая. нам техника петли одного цвета с рабочей нитью мы провязываем изнаночными а сиреневые петли перебрасываем с левой спицы на правую оставляя нить перед работой так белые провязываются изнаночными сиреневая переносится с левой спицы на правую мы закончили уже восемь рядов девятый ряд нить сиреневого цвета и здесь после кромочной три первые петли провязываем лицевыми первая вторая третья четвертая петля снимается нить остается за работой повторяем 3 петли нужно провязать одну снять 3 провязать одну снять и продолжаем этот раппорт до конца ряда с изнаночной стороны петли сиреневого цвета провязываем изнаночными а контрастные снимаем с левой спицы на правую оставляя нить перед работой сиреневые провязываем белые снимаем это был 10 ряд 11 ряд мы будем провязывать нитью белого цвета и здесь по схеме после кромочной 1 петля провязывается 1 снимается 2 провязываются повторяем одну петлю провязываем одну снимаем 2 провязываем повторяем провязали сняли 2 провязали провязали сняли еще 2 провязали и продолжаем так до конца ряда 11 ряд готов и с изнаночной стороны нить белого цвета поэтому белые петли мы будем провязывать изнаночными а сиреневые перебрасывать с левой спицы на правую оставляя нить перед работой 13 ряд готовим к работе нить сиреневого цвета и здесь после кромочной 1 петля снимается следующая за ней провязывается еще одна петля снимается и четвертая петля провязывается повторяем одну снимаем одну провязываем следующую снимаем и одну провязываем и чередуем так до конца ряда с изнаночной стороны все петли цвета рабочие нити сиреневые мы будем провязывать изнаночными а контрастные петли перебрасывать с левой спицы на правую оставляя нить перед работой и заключительный лицевой ряд раппорта высоту 15 мы будем провязывать нитью белого цвета и здесь после кромочной 3 петли провязываем лицевыми а четвертую снимаем повторяем три белые петли четвертая сиреневая снимается 3 провязываем одну снимаем повторяем так до конца ряда кромочная с изнаночной стороны все петли цвета рабочие нити белые мы будем провязывать изнаночными а сиреневые перебрасывать с левой спицы на правую оставляя нить перед работой белые провязываем сиреневую снимаем мы заканчиваем шестнадцатый ряд и весь раппорт узора высоту вот уже на моем образце сейчас провязано четыре раппорта высоту вот такая очень интересная решеточка мне кажется что если связать так зимние шапочки митинги снуд гетры носочки то будет очень красиво по зимнему и тепло на этом я свое видео заканчиваю подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещение каждом новом видео оставляйте свои комментарии всего вам доброго до до свидания